Дмитрий Овсяников назвал карательным органом Главное управление потребительского рынка и лицензирование. Такую реакцию губернатора вызвал доклад заместителя начальника управления Дениса Ильина о реализации плана работ в 2018 году. Он рассказал, что в утвержденной схеме нестационарных торговых объектов предусмотрено 1354 места. В прошлом году заключено 1210 договоров на аренду участков для размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, выявлено полторы тысячи незаконных павильонов, из которых чуть более одной тысячи демонтированы. Исполняющий обязанности вице-губернатора Иван Кусов поинтересовался, как Главное управление потребительского рынка и лицензирование помогает найти новое место работы предпринимателям, ларьки которых снесли. Мероприятие по взаимодействию с центром занятости ведется регулярно. Более того, постоянно на сайте мониторится, обновляется и поступают предложения по размещению и освобождению торговых мест на официальных рынках, официальных ярмарках, куда также предлагается предпринимателям в случае, если не хотят. Ну, статистика есть? Сколько из них воспользовались? Сколько прекратили деятельность? Надо уточнить, не готов. Дмитрий Овсяников остался недоволен отчетов, заявив, Главное управление потребительского рынка и лицензирование превратилось в карательный орган. Орган, вместо того, чтобы докладывать о созданных рабочих местах, об инвестициях, о том, как реализуется проект создания оптово-распределительного центра, о том, какие мероприятия принимаются по снижению цен, а не по просто мониторингу, доклад был не об этом, Сергеевич, о том, что удобнее, проще каждодневно делать, а не достигать поставленный результат. Губернатор потребовал через две недели представить новый доклад с конкретными действиями, которые Главное управление потребительского рынка и лицензирование должно предпринять для снижения цен на продукты и создания новых рабочих мест. Иначе пригрозил уволить начальника управления Вадима Кирпичникова, который, к слову, сейчас на больничном. Передайте ему, чтобы быстрее выздоравливал. Будем разговаривать по-другому. Планируют конкретные шаги, что нужно сделать. Все через две недели разговариваем. Будут планы работы? Остается руководитель? Не будет. Будет другой заниматься. И вместо вас тоже.